Японские сады, гора Фудзияма, сумаисты, гейши в красивых кимоно, чайная церемония, реальные кадры уникального мира страны восходящего солнца, теперь можно увидеть в музее Пластова. Коллекцию фотокопий старинных японских фотографий 19 века предоставил Московский мультимедиа-арт-музей. Фотоснимки были выполнены в технике альбуминовой печати, очень чувствительной к свету, поэтому они требуют особого хранения в темноте. Еще одна их особенность – они раскрашены, но не полностью, как это было принято, например, на Западе, а частично для расстановки визуальных акцентов. Мы благодарим кураторов – Марию Лаврову, Нину Левитину, которые работали над содержательной частью, и технического куратора, который приехал и помог в создании экспозиции, в которую вошло около 70 цифровых изображений старинной японской фотографии, раскрашенной эпохи Мейдзи. Это Юлия Байгун. Русские путешественники сравнивали процессы, происходившие в эпоху Мейдзи в Японии, с петровскими реформами в России. Это переломный период в японской истории. В начале 1870-х годов создаются первые фотографии императора-реформатора Муцухита и его супруги, что становится своеобразной отменой существовавшего долгое время запрет на изображение императора. Вводится в обиход европейская одежда. Фотоэкспозицию дополнили подлинные гравюры японских мастеров XIX века, которые хранятся в фондах Ульяновского областного художественного музея. Мы отличились. Мы добавили гравюру, ксилографию Укиоэ, чем она близка в фотографии старинной японской, почему она может с ней рядом присутствовать, потому что у них очень много общего. В конце XIX века это вид искусства, он испытывает расцвет, появляется фотография, и у них общая тиражность, они рассчитаны на массовую публику, в них используется цвет. Когда-то эти гравюры принадлежали известному русскому романисту, уроженцу Симбирска Ивану Александровичу Гончарову. Они были переданы в 1914 году родственниками писателя в музей Симбирской ученой архивной комиссии. Вначале было высказано предположение, что Гончаров привез эти работы из своего кругосветного путешествия на фрегате Паллада. Однако при исследовании сотрудниками музея выяснилось, что изображенные на гравюрах события произошли уже после отъезда русской миссии. Вполне возможно, что гравюры Гончаров получил в подарок от приехавших в Россию японцев. Старинные книги о Японии из фондов Ульяновской областной научной библиотеки имени Ленина, ставшие частью экспозиции, хорошо ее дополняют и перекликаются с фотографиями.